всем привет народ вы на канале свит смог меня по-прежнему зовут жене и сегодня у нас daily hook а это уже не новый продукт все о нем знают и он заслуженно получил звание одного из лучших легких табаков в этом видео мы проверим действительно ли daily настолько хорош как о нем говорят поэтому усаживайтесь поудобнее забивайте дудочку и заваривайте чаёчек погнали думаю вы обратили внимание на смену антуража сейчас мы снимаем уже в sky баре арена сити практически самое сердце киева дорого богато и мне еще очень нравится вот эти шестерен очки которые там стоят вернемся же к делику потому что немножко не туда зашли продукт акцизный фасуется в упаковке по 60 и в боксе по 250 грамм еще ходил вслух то есть не ходил вслух а по факту есть еще упаковки 50 грамм но я их не видел никогда в живую поэтому ничего о них не смогу рассказать это легкий продукт и сделан он был командой дарксайда по сути теми же флэйвористами которые сделали демини дегастро дарксайд и вот у них получился легкий продукт daily hook а потому что не все любят курить крепко а вот делик это очень крутая альтернатива ценовая политика вот таких вот пачечек в 60 грамм составляет 160 180 гривен а боксов 250 грамм 550 560 почему стоимость немножечко варьируется да это все потому что я не знаю на какой магазин вы попадете у daily hook и есть две линейки если их так можно назвать первое это моно вкус и с которых можно собрать какой-то прикольный микс и и уже готовые миксы в принципе это это очень круто здесь вам дают возможность что-то создавать что-то миксовать проявлять свою фантазию это довольно таки классно у магазина aladdin одни из самых больших по объему продаж daily hook и в украине следовательно палитра вкусов а также их постоянное наличие у них самое богатое скажем так и именно благодаря этим ребятам я и смог снять обзор и попробовать огромное количество вкусов daily hook и ребят за это вам большое спасибо вот вы наверное думаете что он сейчас делает учитывая что у нас экспериментальный выпуск пока я рассказываю информацию общую о продукте daily hook а я готовлю несколько забивок которые мы будем делать но об этом немножечко позже вернемся к цене многие говорят что продукт неоправданно дорогой но ребят я вас заверяю он стоит своих денег и для того чтобы это понять достаточно его всего лишь один раз попробовать я согласен вот такая вот упаковочка в 60 грамм который хватит максимум на три забивки стоит недешево 180 гривен но вы платите за качество хорошее качество хорошее качество всегда стоило денег не зря ведь daily hook а является одним из даже не одним а самым любимым табаком многих блогеров из россии украины каких-то кальянщиков или лиц которая тесно связанная с кальяной индустрии такси думаю мы немножечко уже отклоняемся от темы тест daily hook и сейчас мы сделаем несколько забивок здесь будут соло здесь будут миксы с разными пропорциями и мой любимый перегрев мы сделаем одну соло чашечку это будет цейлони и сделаем с ним микс еще это будет цейлони с ананасом возьмем там буквально 30 процентов чтобы проверить аромку и сразу хочу сказать аромки очень круто легли на лист вот чувствуется очень классно дальше у нас будут ментоловые леденцы и мандарин от хани бадгера и далее сделаем еще ногате вместе с little big от рейва погнали итак друзья мы закончили оператор здесь тебе еще на забивочку осталось хочешь итак у нас четыре чашки есть три с отступом 1 будет в касание одно мы перегреваем но не просто как всегда все знают в принципе что табак daily hook он восстанавливается и дальше курица довольно таки нормально но мы сделаем не так перегреем его реанимируем потом еще раз перегреем сильнее потом реанимируем и посмотрим останутся ли вкусовые качества у соло забивки цейлони поэтому ставим кальяны немножечко сейчас приберемся здесь и начинаем их прогревать а я потом поделюсь с вами своими впечатлениями о тех вкусах которые уже попробовал так народ поставили прогреваться уже пять минут чашечки греются подождем еще немножко пока пробежимся по тем вкусом который уже пробовал чем меня делик удивил а удивил на самом деле он мне просто вау и так самый первый энергетический напиток хочу обратить ваше внимание что это один из любимых вкусов daily хуки антона гайворонского на мне он не понравился но так как у нас не субъективный обзор а объективно я говорю что это прямое 99 и 9 попадания во вкус red bull очень классный дальше цейлони топовый чай который наверное есть на всем рынке тропический смузи неплохой классный мне тоже он понравился но я бы добавил немножечко кислости еще мятный шоколад тут добавлять я не знаю даже что можно добавить индийский десерт это такая вкусная пряная булочка мне очень понравилось классный и в соло и в миксах заходит круто лимони вот очень много производителей делают какие-то яркие лимоны делают похожие лимонные напитки а здесь именно кислость кислый лимон который даже в соло курить сможет не каждый очень круто и оранжина я не помню что за вкус но я отчетливо помню что оранжина мне не понравилось хотя ребята из команды говорили что в принципе ок также пробовал еще бельгийские вафли у меня не осталось этой пачки и клюквиум бельгийские вафли очень классные клюквиум мне не понравился и не зашел в принципе никому но в общей сложности я не могу придраться ни к одному вкусу что он сделан как-то плохо попадание аромки какое-то не точно все очень круто и это говорит о классном подходе компаний дейли хуки и их флеверистов ну что теперь я думаю самое время взрывать и пробовать чем мы здесь наделали у нас самая первая забивка в касание которая точно прогрелась видно отлично стоит касание семь минут восемь уже вот даже ни капельки не чувствуется что что-то сгорело ярко насыщенно и очень классно тут даже его восстанавливать не нужно я немножечко расстроен у нас кстати очень интересует меня как получился микс с хани бадгером потому что это по сути совершенно разные аромки таки что я забивал мятные леденцы и мандаринку мятные леденцы отдали хуки и мандаринку от медоеда кстати вот это что здесь это не дым в колбе это просто такой цвет чашка прогрелась видно чашу на видео нет ну ладно думаю поверите на слово я добавил буквально 15 процентов мятных леденцов но получилось так что это какой-то доминирующий вкус он практически убил мандарин у хани бадгером да и чувствую его но больше как фоновый что означает аромки у деле хуки они не то чтобы не сочетаются с какими-то другими продуктами они просто сильнее и ярче поэтому мне кажется что даже пяти процентов возможно здесь будет достаточно переходим к третьему кальяну на убивашечки здесь у нас микс граф ананас и цейлони от дейли хуки забивал я все секторами для того чтобы понять как работает аромка одного и другого продукта прогрелся 0 ананаса просто не то что даже фоново не чувствуется его просто нет я забивал 60 на 40 и 60 процентов это было на нас ну попробуй я чувствую исключительно цейлони только чай и больше ничего чувствуешь ананас вот хоть где-то на послевкусии чувствуется просто у меня здесь в основном чай так даже не в основном а целиком нотка но может быть ноткой есть но опять таки спасибо опять такие цейлони от силу не только 40 процентов и это практически убило но по моим вкусовым рецепторами чувствую что она полностью убила оператор говорит что есть немножечко отголоски ананаса тоже такое то есть сладость но во всяком случае в сочетании с бюджетными продуктами как-то не сильно он сочетается аромка перебивается сколько уже прошло почти 17 минут окей пробуем сейчас может не в то горло просто пошло да все здесь здесь получилось отлично перегрели сейчас мы его восстановим подай мне пожалуйста кодилка итак пробуем я думаю что уже чашечка восстановилась отлично хороший яркий вкус цейлонского чая если бы я не знал что эта чашка перегрелась для этого даже по вкусу бы и не почувствовал насколько круто он восстанавливается но теперь у нас сейчас два угля добавим еще два поставим колпак минут так на 7 и посмотрим что получится так 4 угля колпак отлично теперь вернемся к самому первому кальяну который был забит в касание не совсем рассказал о том как вкус здесь раскрылся тут я забивал нугатии и little big от рейва должен был получиться такой шоколадный микс ягодами и нотками орешков но аромка опять-таки перебила рейв и здесь по сути такой приятно шоколадно ореховый вкус яркий возможно где-то отдаленно ягоды и чувствуется я их не почувствовал вас попробуй ты тут тебе здесь ананас почувствовался исключительно шоколад и немножко вот такой какой-то нотки все ягод здесь нет чувствуешь ягода троего нет только нугатий но вот еще орехи орехи и шоколада еще один скажем так минус сочетание с бюджетными продуктами вернемся к чашечке где забит мандарин и ментоловые леденцы со временем через 10 минут мандарин начал раскрываться и сейчас и сейчас это прикольный такой мятно мандариновый микс поэтому мне кажется просто нужно было чашечку прогреть получше так как она толстостенная и honey bugger со всех по крайней мере здесь справился пока что с миксом лучше всех да вот сейчас мне нравится это круто нужно возможно поиграть немножко с процентов кай но это классно аромки сочетаются так а мы подождем еще пять минут пускай это все дело подкоптится и вернемся к вам а вы не переключайтесь так ребятки а мы продолжаем продолжать снимаем колпак он уже нагрелся я буду взрывать наверное на четырех углях поехали отлично она ужасно дерет горло поэтому я сразу где щипцы вот они поэтому я сразу два угля сниму восстановим чашечку и посмотрим что будет как садского котла прям там захватывает камера чашку этом нет безусловно такое выгорание аромки повлияет на время курения потому что ароматизаторы они по сути испаряются быстрее и если вот эта чашечка там спокойно прокуриться час двадцать где-то вот так вот даже скорее всего нет вот это вот про курица час двадцать здесь у нас граф про курица где-то минут 50-60 то я думаю этой чашки жить максимум 40 минут так пробуем но черт побери это реально круто потому что да по сути это свежая дудка которая была забита минут 15 назад насколько хорошо все восстанавливается у вас попробуй и скажи как ты думаешь сколько вот этот кальян уже стоит при том что мы его два раза дико перегрели ну скажи чай чувствуется ярко аромка не потускнела ну вот как будто принесли тебе его 10 минут назад но в принципе я думаю вот такой небольшой эксперимент он подтверждает те слова которые говорят многие кальянщики многие блогеры что дейли хука действительно заслуженно является наверное лучшим легким табаком на рынке но и конечно же стоит своих денег поэтому ребятки я очень надеюсь что этот эксперимент удался вы вынесли для себя что-то новое я оставлю ссылочки в описании под этим видео где его можно приобрести также топовые вкусы которые нам понравились поэтому просто переходите покупайте не забывайте подписываться на канал оставлять лайкосики можете написать что вы хотите увидеть с обзоров или экспериментов в ближайшее время а на этом мы будем заканчивать с вами как всегда был женя без изменений и напоследок хочу вам пожелать постриночки курите правильные кальяны и смотрите правильные обзоры и до скорой встречи через неделю пока пока ребятки еще такой небольшой автоп мы поставили угли где-то 50 минут назад все это прокурили только что я снял колодки большая половина табака еще живая говорит это о том что до среднее время курения никакой не час и сейчас мы просто закинем новые угольки и еще минут 50 будем курить поэтому при правильном при правильной регулировки жара чашечка у вас проживет минимум полтора часа такая вот еще он приятная инфа напоследок а